МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! Сегодня у нас на обзоре, не побоюсь этого слова, народный автомобиль Kia Rio 3-го поколения. Выпускать их начали в 2011 году. Это прямой конкурент, я не знаю, или сам брат, Соляриса, которого он все-таки догнал в 2017 году по продажам. Это у нас 1.4 двигатель, 5-ступка, механическая коробка передач, комплектация комфорт, самый базовый уровень, наверное, самый распространенный, который попадает к людям, которым пользуются, ездят. Простой, значит, такой автомобиль, который близко к людям. Давайте познакомимся с ним поближе. Начнем с внешнего вида. Мне кажется, равнодушных просто нет. И это, думаю, что одна из причин успеха этого автомобиля. Как раз его внешний вид. Знаете, вот кому-то может не нравиться, а кому-то наоборот нравится. Но равнодушных, я думаю, не осталось. Знаешь, кто-то скажет, что у него есть спортивные нотки, что-то тут такое. Какие-то такие агрессивные свесы, такие рубленые формы, решетка радиатора. Вы смотрите, как я тут смотрится все. А кто-то, наоборот, скажет, что за корейское безвкусие непонятное. Но равнодушных, как я повторюсь, нет. Итак, как я уже сказал, это базовая комплектация, комфорт. Что тут есть для комфорта? Тут есть кондиционер. Конечно же, механические регулировки всех сидений. Двигателя, на удивление, несмотря на его 1,4 и 107 лошадных сил, хватает. Ну, я бы не сказал, что прям над головой, там за глаза, но хватает. Хватает на механической коробке вполне себе. Давайте познакомимся с технической начинкой поближе. Давайте поближе рассмотрим силовой агрегат, навесное оборудование и вообще подкапотное пространство. Тут у нас вот черга с нестандартным расположением сверху. Тут у нас двигатель 1,4 литра, 107 лошадиных сил, который работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Несмотря на довольно малый объем этого двигателя и отсутствие турбины, в принципе, в связке с этой механической коробкой довольно комфортно на нем ездить. Конечно, не болит Формула-1, но, знаете, 11,5 секунд до сотни заявленные, а по ощущениям кажется, что он даже чуть-чуть бодрее. Чуть бодрее. В принципе, обогнать можно там без каких-то сверхситуаций. Перестроиться тоже довольно комфортно на нем. Также с этим двигателем можно было заказать себе коробку автоматическую, но, конечно, тут уже он обладал таким флегматичным характером автомобиля с 1,4 автоматом и приходилось довольно-таки аккуратно выгадывать маневры заранее, так сказать. Ну, стандартное расположение узлов, как мы видим, кстати говоря, этот двигатель, помимо этих автомобилей, также ставился на Kia Ceed, на более старшую модель, ставился на Hyundai Solaris, Hyundai i20 и коробка, которая тут установлена, она также шла на Hyundai Solaris. Причем, если в этом автомобиле с двигателем 1,6 уже была другая коробка, она была механическая шестиступка, то в Hyundai Solaris и на двигателях 1,4 и на двигателях 1,6 шла именно вот та коробка, которая установлена в данном автомобиле. Ну, не могу судить о каких-то сверхбольших пробегах, но вот, в частности, этот экземпляр, у него пробег 100 тысяч почти, там, 98. И не то, что было здесь, в моторном отсеке, я вам более того скажу, даже в подвеске еще ничего не менялось. Знаете, кроме расходников, там, маслофильтра, колодки, этот автомобиль девственно с завода, можно сказать, вот, находится. Ну, что еще по моторному отсеку? В принципе, ну, ничего особенного, расположение плюс-минус, как и у всех, вот, жидкость гидроусилителя, там, тормозная жидкость, необычная выглядит крышечка для охлаждающей жидкости, а сам расширительный бачок находится чуть ниже, около вентилятора. Вот такая вот компоновочка. Как видно, места тут довольно-таки много еще вокруг силового агрегата. В принципе, можно своими шаловливыми ручонками везде слазить, что нужно там подтянуть. Да, кстати, насчет технической платформы, как я упомянул, силовой агрегат использовался не только в KIO, но и в Hyundai. Более того, оба этих автомобиля, Kia Rio и Hyundai Solaris, выполнены на одной и той же платформе, которая берет свой исток еще от Hyundai Acent. Чуть-чуть измененная платформа автомобилей Hyundai Acent. Вот, и в утверждение, наверное, моих слов можно привести, вот, подушка двигателя тут есть, сразу два клейма. Выше Hyundai, чуть ниже Kia. Ну, я думаю, что довольно много запчастей, в принципе, на этих автомобилях были взаимозаменяемыми. Давайте посмотрим, что у нас в салоне. В комплектации Comfort, что мы вообще получали в такой комплектации? Ну, неудивительно, что мы первые видим механические регулировки сидения, но что тут поделать? В таком классе, в изначальных базовых комплектациях, это так всегда. Так, посадочка. Ну, вроде головой не бьюсь, но пригибаться приходится. Машина, конечно, низенькая. А вот сейчас я своим причесанным уперся-таки в потолок. Ну, зато смотрите, у нас в комплектации Comfort сразу уже, смотрите, электрические стеклоподъемники и электрические регулировки зеркал. Ну, это прям вообще, прям полезная опция такая. Вот. Значит, посадка. Ну, довольно тесновато с моими, не самыми богатырскими, метра 83, но головой-то упираясь. Ну, когда уселся, уже, в принципе, нормально помещаюсь. Но, по ощущениям, немножечко скрывает обзор. Вот такой сидишь. Так, тут по высоте. А тут вот по высоте регулировочка есть механическая. Это, кстати, тоже, знаете ли, не в каждой машине есть по высоте регулировки. Я себя чувствую теперь тут сильно комфортней. Теперь, по крайней двери, я вижу улицу, а не вот эту вот стойку. Ну, значит, все близко. По ощущениям, ну, машина маленькая. Не хватает, конечно, подлокотников. Подлокотник стояли в комплектации после Comfort, а во все следующие комплектации. В принципе, чувствуешь себя довольно-таки хорошо. Тут довольно стильные стильные такие крутилочки у нас. Машина с кондиционером, крутилка печки. Тут внутренний цикл воздуха, циркуляции воздуха. Так, посмотрим, как у стрелки прыгают. Интересно. Конечно же, гидроусилитель руля, но такой он. Руль все-таки чувствуется чуть-чуть. Чувствуется. Наверное, может, потому что на месте еще стоим. Вот, довольно приятная подсветка приборов. Тут, кстати говоря, насчет спортивной нотки, которые присутствуют в экстерьере. Экстерьере, они, наверное, тоже есть за счет вот этих вот таких колодцев. Ты чувствуешь себя немножко как колодцев вот этих приборов, ты чувствуешь себя немножко как водитель какого-то спортивного болида. Спортивные нотки, они везде по чуть-чуть Смотрите, вот я сел В принципе удобно Опустился пониже Сижу нормально, руки на руле Единственное, я бы чуть подальше отодвинулся Но тогда бы, наверное, придется Судушку поднимать Немножечко повыше Давайте посмотрим, как Можно будет за мной сесться Ну что, посмотрели, как у нас спереди Давайте посмотрим, что имеют Пассажиры заднего ряда Вы знаете, неожиданно много места для ног Я смотрю Небольшой диван Ну, в принципе, другого туда ожидать Было бы, наверное, напрасно И глупо Комплектация комфорт Веселки сзади Механические стеклоподъемники Ну, такой вот комфорт Наверное, чтобы ручку разминать на дальних поездках Садишься, надо прогибаться, конечно Особенно, если вы высокий человек Есть риск получить производственную травму Но, когда ты уже внутри Конечно, она немножечко нависает Ну, давит, как будто бы Загоражит обзор Но, в принципе, место над головой еще есть Также есть место Чуть-чуть впритык Прямо вот на коленях Перед коленями Наверное, потому что тени все-таки отодвинутся так По-скромному По-скромному Но, тем не менее Места действительно много На удивление Что касается места вширь Ну, автомобиль рассчитан на трех пассажиров То, я думаю, если ехать втроем Ну, тут нужно будет сильно потесниться Особенно, если комплекция у людей будет Ну, хотя бы, как у меня Тогда, наверное, тут вообще придется Сблизиться, так сказать С другими пассажирами Ну, что еще сказать Ну, в принципе Все-таки ничего нет Вот есть эта ниша Которая, как бы, вроде как и спереди Вроде как и сзади Ну, что-нибудь у нее можно положить Место тоже есть Колоночка тут Ну, как и везде Будет откуда-то там снизу музыка Пробиваться Ну-ка Чтобы у вас было нагляднее Это все насядно А, кстати, вот Для пассажира справа Так сказать, место босса Справа, сзади Ну, вот для босса Тут есть всякие кармашки Наверное, журнальчики хранить там Не знаю, в дороге читать Документы, может, какие-то Не знаю Но я себя пока боссом не ощущаю А, кстати говоря Сиденья-то складываются Я смотрю Вот тут рукоятки есть Но Все зактенуто в чехлы Наверное, мы их снимать не будем Чтобы не расстраивать владельца Но если вам нужно перевезти Какой-то длинный габаритный груз Это сделать можно Сиденья складываются Конечно же, ремни безопасности Это об этом не идет речь Кстати говоря Насчет пассажира Который будет ехать в середине Туннель тут практически незаметен И не знаю Вот я даже во многих автомобилях Классом выше Видел вот выпирающий дурацкий туннель Даже у переднеприводных Никогда не понимал Зачем они его делают Смотрите, как удобно То есть, в принципе Несмотря на то, что вширь Конечно, места немного Но По крайней мере Не будешь ехать Как вот этот На корточках Знаете, гопник такой Нормально можно Сел, поехал Все вот На дорогу смотреть будешь Вообще, такое место Королевское, можно сказать Вот Давайте Давайте Еще не были мы Совсем сзади Не были в багажнике Багажник Багажник открывается Спереди Ну, как бы как спереди Снизу От сидения Так же, как лючок бензобака Оп Так вот он открывается Смотрим Огромные петли Массивные Первое, что попадается В глаза Второе, что попадается Бросается в глаза Это вот эта вот панелька Видите, не совсем просто За железо прикрыли За это плюс один Для Kia Ну, а если наклониться Тут у нас подсветка есть Ну, и железочка, конечно, видна Ну, по крайней мере Никаких там проводов не торчит Все выглядит довольно аккуратно Петли, конечно, массивно Зато, видите, можно звонюшку повесить Тоже Есть и плюсы Ну, багажник, конечно Не сказать, чтобы огромный Но это вам автомобиль Не огромный Это вам не какой-нибудь там Форт Мондео И даже не Форт Фокус Если сравнивать этот автомобиль То скорее с Фиестой И вот мне кажется Багажник довольно-таки большой В принципе В принципе Зато он может дотянуться Практически Практически до любой его части Достать Какие-то там Тут у нас, кстати, смотрите Какие-то удобные Вот эти вот держалочки Можно знать, чтобы все не болталось Тут тоже справа органайзеры Тут у нас аптечка какая-то Еще что-то Органайзер здесь, ниша Тут нет Тут просто место Зато вот тут есть какая-то скрытая ниша А, нет Это уже Это у нас уже доступ К электрике К фонарям Так Ниша у нас только одна Значит А с учетом того, что сидели складываются То, в принципе, ну Ну, шкаф, конечно, из Икеи Сложно ввести Там маленький шкафчик какой-нибудь Но какую-нибудь тумбочку Знаете, вполне Не заказывая газель Можно взять И на своей машине увезти Так Под полом у нас тут скрывается Скрывается полноразмерное запасное колесо И, ну, конечно, органайзера какого-нибудь не хватает Простенько Простенько Но Хотя, подождите-ка А тут у нас что? Да Тут у нас просто Просто веточки Ну, можно что-то положить сюда Тут довольно много еще всего вмещается Тут ключи всякие Органайзера, конечно, не хватает А то запаска полноразмерная Ну, в общем, багажник довольно большой Для Б-класса-то, мне кажется, вполне себе достойно И вот я закрою этот багажник И снова вижу внешний вид И, что не говоря, что-то спортивное в нем есть Какие-то такие рисковатые обводки фонарей Ну, не знаю, приятно По-моему, приятно выглядит все это Опять же, на вкус и цвет Все люди разные Но, мне кажется, этот дизайн Довольно-таки притягательный Ну, что, я думаю, самое время для тест-драйва Попробуем Посмотрим Как справляется этот агрегат 1.4 С пятистопкой за своей Есть у него действительно спортивные нотки Которые мы видим тут И несколько раз акцентировали внешне Поехали! Так, ну, такой довольно небольшой ход педалей По ощущениям Коробка Тоже такая, кстати говоря Не очень длинноходная Все как-то сказать Как машинка маленькая Так и все остальное небольшое Педальки, значит, небольшой ход У сцепления, у тормоза У КПП рычага переключения тоже Что? Ну, да, упругая подвеска По ощущениям Как-то, знаете, собранно чувствуешь себя За рулем этого автомобиля Не дает тебе Вот как-то расслабиться Вот этот гидроусилитель Который Оставляет чуть-чуть тебе необходимость Работать такими своими ручками Рученьками Не расслабляясь Вот Это такая довольно, да Упругая подвесочка Которая может и потрясти На больших кочках Вот Ну, не знаю насчет спортивности Наверное, пока на шоссе не выйдешь Не узнаю Есть у нее спортивные нотки Вообще, не знаю Мне кажется Хоть как хвалит этот 1.4 Но сделать характер спортивным С таким объемом Это, конечно, задача не из легких Кстати говоря Довольно тихо Как мне кажется в салоне То есть Двигатель, конечно, слышно Но Вот С учетом того, что Оборотов уже когда много А вот если мы едем потихонечку То То и почти не слышно В принципе Знаете Я вот Не так уж много на таких машинах Ездил на Киарео Вот я сейчас сел Ездил я на этих На хатчбеках А сел в седан И в принципе Как-то по ощущениям И габариты сразу чувствуются И жигала уже удобные Жигала довольно большие, кстати Видно хорошо В салонной, конечно Тоже видно Но Боковые оно получше Что Приятная красная подсветка Радует глаз От дороги не отвлекает Разметка приборов наоборот Светленькая Вполне себе Машина компактненькая Капот короткий Поэтому Парковаться Наверное Удобно Да Действительно Тихо Как мне кажется То есть Для пятилетнего автомобиля Б-класса Ну Тихо Конечно Я Не сравнивать с автомобилями Классом выше Бессмысленно А вот Для своего уровня Очень приятно Едет Да Конечно же Немножко досаждает Шум колесных арок Но В автомобилях Класса Б И класса С Я думаю Что и в большинстве Даже Автомобилей Класса Д Это Неизбежность Такая вещь Которая без дополнительной Доработки Ну Так и будут Они шуметь Эти арки колесные Да Вот Вот оно Чуть-чуть побыстрее Поехали Лежачий полицейский Упругость присутствует Но потряхивает Так Заметненько Все-таки Машина Мне кажется Это такая Она Для хороших дорог Она По ощущениям Неплохо рулится Неплохо Вписывается В повороты Но Когда наезжаешь На Такой скорости На препятствии Потряхивание Это чувствуется Вот Сейчас На второй передаче В горочку Едем В принципе Обороты небольшие Тяговитости хватает Ну То есть Нет такого Что прям Совсем-совсем Это слабый двигатель Ну Что-то Надо выехать на трассу Посмотрим Как там Едем Ну Знаете Так Нормально Нормально Подбрасывает Конечно От 1 на 4 Когда начинаешь ехать Ожидаешь Сильно Меньшего Сильно Меньшего Наверное Действительно Неспроста Неспроста Назвали его Немножко Спортивным Сочетанием Смотря на Маленький Игрушечный Можно сказать Объем Но Думаю На автомате Тут Будет Совсем Флегматичная Езда Ну Что ж Друзья Спасибо За просмотр Надеюсь Вам понравилось Удачи На дорогах Будьте Аккуратны И не забывайте Пристегиваться Всем пока Продолжение следует